Жена придет и гонит в гараж. Ну а куда еще? Утром, как обычно, Алексей вышел из подъезда на работу. Однако тут его ждала неприятная картина. Разбитое заднее стекло, взломанный багажник и разукомплектованный автомобиль. Украли все, что находилось в машине. Масло, тасол и фильтры, которые хозяин планировал поменять. А также комплект автоинструментов. Также оказались испорченными дверные замки. Мужчина уже предположил, кто это мог сделать. Парни до этого подходили, проинтересовались. Говорит, можно подкурить? Я говорю, да, пожалуйста, пойдемте подкурим. Дал прикуриватель, подкурили. Ну и как бы вроде бы все нормально. Ну а утром, вот вы видите, как дело случая. Ну и вроде бы между собой еще вроде бы как бы переклянулись. Сказали, ну ладно, все хорошо, но ледея вроде бы стоит. Все, вроде бы подъедем, как-то так. Ну, значит, на что-то планировали. Открывал машину с ключа, не подозревая. Ну, а впоследствии получилось вот так вот. В полиции оказалось, что не только этот автомобиль попал в поле зрения злоумышленников. За ночь поступило три сообщения о проникновении неизвестных в припаркованные во дворах многоквартирных домов транспортные средства. Как выяснили полицейские, объектом преступных посягателей стали автомобили, не оборудованные системой сигнализации. Злоумышленники проникли в двух случаях машины, откуда похитили имущество заявителей. Ущерб сейчас устанавливается. В третьем случае зафиксирована только попытка проникновения в салон транспорта. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению очевидцев и личности подозреваемых лиц. Всех, кто владеет какой-либо информацией о данных происшествиях, просят сообщить в отдел уголовного розыска по телефону 32070. Добавим, что всего с начала этого года было совершено 8 угонов со дворов и 5 случаев краж из авто. Продолжение следует...